В это первомайское утро мы решили заехать в гости генеральному директору Федерации гонбола Московской области Николаю Николаевичу Ковешникову. Также он является и начальником женской гонбольной команды «Звезда». Николай Николаевич, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Николай Николаевич, мы к вам приехали неспроста. Вы человек, который все знает, который около гонбола уже очень много лет. И мы решили вам задать вопрос, которым интересуются очень многие и родители, и любители гонбола. Почему гонбольному клубу «Звезда-2» не дали медали? Решение Федерации гонбола России приняло, на мой взгляд, правильное. Потому что после предварительного этапа, где команды играли в восьмерках, определились четыре лучшие, но финального этапа не состоялось. И в связи с тем, что команда «Звезда-2» не сыграла ни одного матча с противоположной группой, с другой четверкой, признавать результат утвержденным или определять победителя, это было бы совершенно несправедливо. Поэтому Федерация гонбола России приняла правильное решение. Получается, у них сезон прошел впустую, правильно? К сожалению, получилось так. Тем более, что в этом году команда «Звезда» очень ярко выглядела, с хорошим подбором игроков, великолепный состав, девчонки показывали великолепную игру. Но, к сожалению, случилось так, что ситуация в стране не позволила продолжить чемпионат, и мы получили на сегодняшний день такую ситуацию. Ничего не поделаешь, надо это пережить и двигаться дальше. И новый сезон, они начнут по-новому, не будут доигрывать этот, да? Конечно, я думаю, что да, уже доигрывать нет времени, потому что ситуация поменяется после июня. Сейчас решение принято, сейчас команда уходит в отпуск, перезаключаются контракты. Но для дублеров это в меньшей степени, но из дубля возрастная категория понизится, и, возможно, там уже будут другие игроки. Обидно, да, девочки, которые уже достигли определенного возраста, которые больше не смогут играть за дубль, и, получается, они без медалей остались. Да, реальный был шанс стать чемпионами по дублю, и это было бы, конечно, для них очень приятно и памятно. Единственное, я хочу сказать в этом интервью, что вчера прислали из Федерации Гонбола России такое известие, что Министерство спорта Российской Федерации приняло постановление продлить звание первой разряды кандидат-мастера спорта до следующего года. То есть на этом не заканчивается, так сказать, звание игроков, которые были, например, кандидат-мастера спорта, потому что этот бы результат, если бы показала звезда, все бы девчонки еще продлили бы эти звания. Но вот Министерство пошло на такой шаг, тоже очень правильный, потому что очень обидно потерять это звание. На определенный период времени. Ну а в будущем будем смотреть. Скажите, пожалуйста, вы как генеральный директор Федерации Гонбола Московской области, не можете рассказать о ситуации вообще Гонбола в нашей Московской области, как открываются новые секции, может быть, какие-то команды новые? Начну с того, что у нас сейчас очень достойный работающий президент Федерации Перов Алексей Сергеевич. И вот по поводу развития с его помощью в городе Дмитриеве было открыто новое отделение Гонбола, где начали работать с сентября 2019 года тренеры. Это очень весомый вклад, потому что все традиционные города, такие как Нарофоминский, Егоревск, Протвино, Королев, Долгопрудный, да, это города с традициями развития Гонбола. Главное, чтобы все это сохранилось, но вот то, что появляются новые точки Гонбола, развития Гонбола в Московской области, это очень приятно. Николай Николаевич, большое спасибо. У вас здесь очень приятно проводить время. Вы очень спортивный человек. Скажите, как вы проводите свой день? Ну вот с утра встаешь и по газончику... А сколько стоите? Это как Бог даст. А как Бог дает? Нет, если ты ложишься вовремя, то и вовремя встаешь. Если немножко загулял, то, конечно, организм сопротивляется. Можете показать, как вы начинаете свое утро, хотя бы пару упражнений? Сейчас покажу, давайте перейдем в другое место. Давайте. Всем здоровья, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...